Мария Анна, 45 лет, бизнес-администратор, хочу избавиться от чувства вины, оно состоит в том, что я всегда чувствую себя виноватым в том, что я не сделала что-то до конца, чувствую себя должной почти всегда. В детстве помню, как родители мне говорили, я подумала много раз, эффект, что я долго думаю, сомневаюсь, даже если правильно это сделала, получаю крайности или максимально корректно всё, либо забросить и не закончить дела, избавиться от чувства вины. Навязчивая идея, что должна всё делать правильно. Занимаюсь йогой, спортом нерегулярно, в семье нету совершенно чётких границ, всё время все меня тягают по любому поводу, пытаюсь научить детей, принимать решение быть самостоятельной, вне зависимости от меня. Вот смотрите, вот просто вы хотите от детей то, что вы сами. Наши дети, мы не можем детей научить чему-то, мы можем только на своём примере показать, как это делается. Вы не можете принять долго правильное решение, то есть ваши дети – это просто ваше продолжение. Начните с себя, с себя, со своих рамок, со своего понимания. Теперь чувство вины лечится техникой прощения. Начинайте с самых детских своих ситуаций, прощайте своих родителей. Родители так считали, они вам поэтому это говорили. Вам нужно простить и чувство вины всё то, что вы не доделали когда-то, не знаю, там, плохо сделали. Простить своих родителей за то, что они так вам говорили. И с этого момента каждый раз возвращаться здесь и сейчас. Вы не можете говорить, что я всегда себя чувствую инноватым, потому что не доделываю дела до конца. Вы написали только что запрос, от начала до конца. Один из самых длинных запросов в последнем блоке. Всё расписано. Как же вы всегда что-то не доделываете? Это неправда. Это убеждение. Это убеждение, которое вам внушили, скорее всего, ваши родители, что всё, что вы делаете, вы доделаете не до конца. Или это убеждение, которое вы приняли сами на веру, и вы его придерживаетесь. Начните видеть то, что вы делаете в жизни и доводите до конца. Я сделал ужин, довела до конца. Я написала запрос, довела до конца. Я сделала это, довела до конца. Понимаете? То, что вы себе говорите, то и является вашей реальностью. Я всегда виновата, я всегда делаю до конца. Вот мои дети это. Начните менять это всё, но с себя. Начните опять прощение. Себя, родители, чувство вины через прощение. Мини-шаги. Вам помогут мини-шаги. Йогу сегодня сделала пять минут. Галочку, я молодец. Пять минут с ребёнком спокойно пообщалась. Молодец. Довела это до конца, довела. Я больше чем уверена. Вы пишете миллион дел и вещей, которые вы довели до конца. Но у вас есть убеждение, что я всегда всё делаю, не довожу до конца. И вы просто себе это повторяете снова и снова. Наше ограничивающее убеждение этого, утверждение, которое мы повторяем снова и снова, и в которое мы верим. Начните менять то, что вы себе говорите, то, что вы верите. Я каждым днём делаю дела всё лучше и довожу каждое дело до конца. Я довожу каждое дело до конца. Я возьму сейчас вот это дело и доведу его до конца. Я довела до конца. Я довожу каждое дело до конца. И дальше, да, работать со своим перфекционизмом, то есть опять, конечно, не делать всё спустя рукава, но иногда сделать не то, чтобы кое-как, но иногда опять это вот к разговору о том, что так, ну если у меня нету каждый день возможности заниматься спортом час, значит, я не буду этого делать. 5 минут тоже хорошо, 5 минут медитации хорошо, 5 минут качественного общения со своим ребёнком, если вы находитесь в этот момент с ним в контакте, в равновесном состоянии, это лучше, чем ничего, это лучше, чем ждать, когда же у меня там будет хорошее настроение, и я проведу с ребёнком час. Лучше каждый день по 5 минут. 5 минут медитации, это лучше, чем ничего, это я уже сказала, 5 минут йоги лучше, чем ничего. Некоторые говорят, да, сделайте лучше 5 минут, закрепите 5 минут, через месяц делайте 7 минут, через 2 месяца сделайте 10 минут, и так далее, начнётся увеличивать. Я тоже начинала с йоги 15-минутной, сейчас, если у меня нету, у меня на спорт в общей сложности, там, бег, ходьба и, например, тренировка, уходят полтора часа каждый день. Это моя норма, я уже не представляю свой день, свою жизнь по-другому, это не стало, не возникло вот так, но я стала себе говорить, молодец, ты сделала сегодня 5 минут, и завтра сделала 5 минут, и так далее. Так что мысли, которые у вас в карусели, это ваши мысли, вы можете ими управлять, опять, я хочу, чтобы все другие поменялись, а я не могу управлять своими собственными мыслями. Мысли, это ваше создание, отменяйте мысли, останавливайте, заменяйте на положительные, отменяю, останавливаю, заменяю на положительные. Так вы обретете контроль над собой, если вы себя не контролируете, вас контролируют или вами управляют другие люди.